Чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловеков в Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида, которую нацистские ученые считали прародиной арийской расы. Именно Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые, по легенде, умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Анненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее 3000 лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит воображение и сегодня. Вот вердикт специалистов военно-воздушных сил США. Береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены в 1513 году. Международные экспедиции, проверявшие карту перерейса, пришли к выводу, она точнее карт, составленных в 20 веке. А сейсмическая разведка подтвердила то, о чем до последнего времени не догадывались. Некоторые горы, которые считались частью единого массива, оказались на самом деле островами, как это и было указано на старой карте. Можно представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта перерейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего, она вселяла надежду в поисках техномагического наследия Атланта. Ведь по одной из гипотез, Антарктида – это бывшая Атлантида, оказавшаяся подо льдом в результате смещения полюсов. Раз существуют подобные карты, то где-то могут сохраняться и другие тайные знания. Где? Секретные экспедиции Анненербе ищут древние реликвии и старинные манускрипты по всему миру. От Тибета до Южной Америки. Особо охотятся за архивами рыцарского ордена тамплиеров, которые по ряду признаков побывали в Америке задолго до Колумба. Судя по всему, тамплиеры владели секретными манускриптами, подобными к карте перерейса. А значит, могли знать нечто важное и об Антарктиде. На оккупированных территориях специальные зондеркоманды СС изымают коллекции и библиотеки. Анненербе конфисковывала библиотеки теологических факультетов, библиотеки различных тайных обществ, как только их могла обнаружить. Анненербе собрало огромную библиотеку. Есть указания, один из библиотекарей, бывший библиотекарь Познадской библиотеки, был свидетелем, что в марте 1945 года, когда уже подходили советские войска, уже были на территории Германии, Анненербе проводила упаковку своей библиотеки, 140 тысяч томов. Каталог этой библиотеки, наверное, был бы очень интересен. Не исключено, что в Анненербе узнали об Антарктиде нечто такое, что сделало ее одной из главных целей нацистского руководства. По большому счету, эсэсовцы искали особые знания. Ту самую чашу Грааля, которая вместе со священным копьем открывает путь к мировому господству. Эту легенду Гитлер услышал еще до Первой мировой войны. Копьем судьбы, до того хранившимся в Венском музее, Гитлер завладел в 1938 году, после присоединения Австрии. Для власти над миром ему не хватало чаши Грааля. Соединить легендарное копье, символ активного мужского начала, символ научного познания мира, и чашу, символ женского, сохраняющего начало, символ накопленного опыта. Вот сверхидея, которая занимает правящую верхушку Рейха. Соединить новейшие достижения науки с многовековым опытом человечества, даже если он не всегда поддается рациональному объяснению. Красивая и продуктивная идея. Если бы не цель, которую ставят перед собой нацисты, безраздельно властвовать над миром, подчинить его избранной расе, в том числе с помощью магических знаний и технологий. Для научных изысканий в Анненербе привлечены лучшие кадры. Часто это ученые с мировым именем. Сотни сотрудников, более чем из 50 институтов и отделов Анненербе занимаются математикой и астрономией, генетикой и медициной, магией и лазоискательством. Разрабатывают нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотропного воздействия на массы. Они углубляются в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучают паранормальные способности людей. В Анненербе этим занимались достаточно серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по указанию руководства Анненербе и по указанию Гиммлера, перед войной, то есть еще в 1938-1939 годах, были проведены исследования по поводу паранормальных способностей сотрудников Анненербе. И было, так сказать, в личных делах помечено, кто обладает какими-то теми или иными паранормальными способностями. А вот уже во время войны эти сотрудники, которые обладали паранормальными способностями, были сведены в один из отделов Анненербе. К сожалению, никаких данных о том, чем занимался этот отдел и, главное, каких он достиг результатов, нет. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты Анненербе, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными, или, как их называли, умами внешними. Цель – получение от высокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. Опыт такой был. Часть третья. Диски. Декабрь 1919 года. Члены тайного общества Тулли, предшественника Анненербе, собираются в предгорье Хальп, в доме Лесничева, вблизи Бергтесгадена. Среди избранных два опытных медиума – контактера, как мы назвали бы их сегодня. Один из них скрывается под мистическим именем Зигрун, другой – Мария Орзич из Загреба. Она рассказывает странные вещи. В состоянии транса она получила от цивилизации и созвездия Тельца удивительную техническую информацию. Сообщение никого не шокирует. Более того, вызывает огромный интерес. Ведь речь идет о конструкции необычного летательного аппарата, который к тому же позволяет изменять вокруг себя ход времени. А это шаг к мечте тайного общества – машине времени, которая позволит проникать вглубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций. Перед нами рисунок летательного аппарата потустороннего мира с подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера. Полученные знания передаются ведущим ученым для перевода на понятный конструктором инженерный язык. К 1922 году построена первая модель. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. Есть мнение, что именно этот техномагический аппарат стал прообразом будущих летательных дисков на неклассических принципах полета. Разработкой этих супердисков занялись специальные технологические подразделения СС, связанные с ННРБ. Две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии. Первая – это идея создания сверхчеловека. Второй очень важный аспект – это овладение техномагическими энергиями. Сюда следует отнести не только возможности овладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Поиск идей идет во всех направлениях. В них участвуют не только медиумы и инженеры, но и историки. Еще до войны из экспедиции ННРБ в Германию доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках. Они подвергнуты самому тщательному изучению. Вернер фон Браун, создатель первых самолетов-ракетов в будущем и космической техники, впоследствии отмолвится. Мы многое подчеркнули для себя в этих бумагах. Результаты экспедиций докладываются лично Гитлеру. Некоторые из них настолько вдохновляют вождя Третьего Рейха, что мысли о сверхоружии и межзвездных полетах не покидают его до конца войны. Конструкторы стараются. Но знать принцип вращения супердисков и создания антигравитации мало. Нужны двигатели, а их нет. Технология безнадежно отстает от перспективных идей. В июле 1934 года Гитлер и верхушка тайных обществ Тулли и Врил приглашают для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера. Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет, тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду. От изобретателя требуется одно – создать двигатель специально для летающих дисков. Согласие получено. И через пять лет, в 1939 году, в воздух поднимается опытный образец диска Врил с двигателем Шаубергера. Сохранилась редкая фотография испытательного полета этого диска с зимней маскировочной раскраской. И все-таки дело с техномагическими дисками продвигается медленно. Ни опыта, ни специалистов в этой области нет. Приходится принимать неординарные решения. К разработке супердисков подключено Зондербюро-13. Это специальное научно-исследовательское подразделение СС занимается довольно пикантной тематикой – изучением неопознанных летающих объектов. То ли сказалось и это обстоятельство, то ли привлечение к разработке лучших ученых и летчиков-испытателей, но дело сдвинулось. Все крайне засекречено. Я говорил с Германом Обертом. Это немецкий профессор, аналог нашего Циолковского. Это учитель Вернера фон Браунда, создателя оружия возмездия немецкого Фау-2. Вот это первая большая ракета. Мне Оберт был нужен для того, чтобы спросить про эти летающие тарелки. Слышал, знаю. Но там СС нас так контролировало, что мы не могли узнать, что делают наши смежники, соседи и так далее. В конце 1942-го в воздух поднимается легко вооруженный летающий диск Врил-1 Ягер диаметром 11,5 метров. Утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно. Я думаю, что в серии ничего не было. Были единичные экземпляры. Такие аппараты, по-видимому, немцы хотели использовать как наблюдательные средства. Когда вы на него смотрите со стороны, вы его практически не видите. Генералы, которые участвовали в Курской битве, двое героев Советского Союза, один летчик, другой танкист, они рассказывали, что что-то такое видели. Какой-то диск висел во время Курского сражения. И что такое, они, конечно, никто не знали. Немцы, или это наши, они тоже не знали. Но вот, по-видимому, а у нас таких вещей не было сделано. Это я точно знаю, потому что нашу историю авиации хорошо знаю. Среди обнаруженных чертежей и фотографий летающих дисков выделяется серия Хонегу. Сведения о кораблях похожи на фантастику. Судя по описаниям, в них должен быть использован альтернативный источник энергии, так называемый конвертер Ганса-Колера, не требующий привычного топлива. А диск Хонебу-3 планировали даже выводить в космос. Невероятно? Как знать. Вот одна из трофейных фотографий. Необычный скафандр пилота наводит на мысль, что полеты планировалось проводить, если не в космосе, то как минимум в стратосфере. В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ. Это схема огромного, длиной в 139 метров, сигарообразного корабля Андромеда с ангарами для пяти летающих дисков типа Хонебу-2 и Врил. Для чего понадобилась такая разработка? Кто-то полагает, что для долговременных космических полетов. Есть еще и другое, более простое объяснение. Это проект подводного контейнера, который мог использоваться для транспортировки грузов, оборудования, техники на тайные базы Третьего Рейха, в том числе и в Антарктику. По данным американской разведки, к концу войны у немцев имелось 9 исследовательских предприятий, на которых разрабатывали истолет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее трех тысяч лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды из-за чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловеков в Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида, которую нацистские... Тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой. Анненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Анненербе была извеучена и считали прародиной арийской расы. Именно Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые, по легенде, умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой. Искать интересно удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за три...